всем привет вот уж не думал что заговорю об этом а об этом меня сподвигло заговорить несколько вещей во-первых разговор о джоне роттоне а джоне лайдоне группе с группа и группе секс pistols и public image limited во вторых фигура боба эзрина точнее не фигура боба эзрина о комментарии в которых я читаю о том что я всеяден что я слушаю музыку и такую и секую пятую и десятую и так называемые прогрессив рок и панк-рок и новую волну и хард-рок и фанк и соул до которого еще мы не дошли между прочим и реггей или регги как у нас говорят и джаз и много-много всего остального так вот связь здесь есть связующим звеном является боб эзрин замечательный продюсер которого тоже люди могут назвать всеядным и лишенным абсолютно какого бы то ни было вкуса потому что боб эзрин кто такой боб эзрин вы знаете конечно этого продюсера замечательного он сделал прекрасный ремикс пластинки destroyer группы kiss всем известный и написал огромную статью на развороте этой пластинки она опубликована уже в новом издании в ремиксированном и ремастере и ремастеринг отремастеров нам заново вот где боб эзрин пишет раньше это была просто классная группа и просто классный рок-н-ролл пишет боб эзрин а теперь это стала прекрасная музыка после ремиксирования и ремастирования пластинки destroyer запомним да боб эзрин сказал что kiss это прекрасная музыка помимо всего прочего боб эзрин славен массой проектов которые он делал в числе их обязательно нужно упомянуть пластинку берлин лурида который боб эзрин делал с огромным удовольствием с душой она ему нравилась и он вложил все свои силы в нее берлин лурида тоже на полочку откладываем вкусы боба эзрина ну и наконец вот это вот грандиозное произведение у меня вот эта футболка пульс на ней написано pink floyd да у меня просто нет другой из pink floyd а пульс я терпеть не могу я эту пластинку ни разу в жизни не дослушал до конца она мне кажется один одним из образцов редкостного пафосного занудства но это мое мнение и никому никому его не навязываю а вот эта пластинка она конечно совсем другая нежели все эти пульсы и все это остальное раздутая даже не знаю как назвать секс pistols и pink floyd да они сошлись вода и камень мороз лед и пламени вылетела из головы замечательная поэтическая строчка ну тем не менее они сошлись несмотря на то что у джона лайдена на футболке было написано ай хэй пинк флойд в тот момент когда он в тот самый день когда он пришел в магазин под названием секс малькольма макларена магазин до этого назывался кстати light it rock он любил rock малькольм макларен про макларена мы отдельно еще будем говорить не буду отклоняться от главной темы ай хэй пинк флойд я ненавижу пинк флойд почему но потому что пульс вот и вот этот самый пульс и все что вокруг пульса это и есть конец рок-н-ролла конец рок-музыки потому что вот эти грандиозные шоу даже и шоу-то это не назвать это что-то уже такое сверх шоу шоу сейчас устраивает и покруче на самом деле достаточно смотреть там питера габриэла концерты до кого угодно до того же мьюз за уже пласяба на самом деле там такие шоу что у гуга я уже не говорю про my chemical romance и всех прочих pet shop boys которых я очень люблю между прочим вот еще одно отклонение вкуса да но тем не менее это образец вот этого самого могильного камня на рок-н-ролле потому что это уже к рок-н-роллу не имеет никакого отношения совсем это совсем другое другое направление искусства она может нравиться может не нравится но если мы говорим о рок-н-ролле а рок музыки то это конечно уже нет в отличие от вот этой штуки которая вызывает разноречивые очень в моей голове оценки мнение тот же самый боб эзрин который приехал к роджеру вот арсу когда они решили когда они приняли решение что если будет продюсировать запись этого альбом и приехал к роджеру вот арсу и был удивлен потому что он до этого момента он работал с рок музыкантами а тут он увидел человека который не одни как вообще не похож на рок музыканта увидел преуспевающего земле владельца который в своем имении занимается хозяйством но как занимается не копая землю там да как я например на даче а занимается так как хороший богатый помещик и вот он рок музыкант а поезрин был действительно удивлен потому что как это рок музыканда оказалось что дорог музыкант и в конечном итоге роджер ватерс создал вот эту штуку и она удивительным образом перекликается с творчеством джона лайдена не побоюсь этого слова с творчеством группы секс pistols он пришел к тому же многие скажут что я сумасшедший но это ваше дело просто понимание музыки у всех разное я не скажу что мое понимание музыки единственно правильное но я считаю что здесь и и роджер ватерс и джон лайден который ай хейт пинк флойд делали в общем то одно и то же они говорили о своем неприятии не капиталистического мира не бою это глупости капитализм социализм коммунизм это все глупости это все просто слова просто фразы они приятие общество построенного на экономике мы же все живем в обществе построенном на экономике и можно сколько угодно делать революции протестовать свергать президентов назначать избирать новых президентов назначать правительство избирать правительство менять менять ничего от этого не изменится потому что общество построенное на экономике она всегда будет воевать всегда это закон экономики закон бизнеса всегда будет война чтобы вы не Но другого общества у нас нет. Мы это общество построили много-много веков назад, десятков веков назад, я бы даже сказал, и в нем живем, вся наша цивилизация живет по законам экономики. Поэтому нужно спокойно жить своей жизнью. Ну, по мере сил менять, конечно, что-то, но глобально экономику не переломить. Так вот, и Sex Pistols, и Pink Floyd здесь впервые. Pink Floyd впервые, Sex Pistols впервые, и Пасю Пору в творчестве Public Image Limited говорят об одном и том же, о неприятии вот этого общества, вот этого мира, в котором мы все живем. Тень Сида Барретта продолжает витать над Роджером Уотерсом. Pink Floyd, The Wall, абсолютно весь, от начала до конца посвящен Сиду Барретту. Ну, хотел этого Уотерс или не хотел, хотя, конечно же, хотел, потому что здесь есть цитаты из песни Си Эмили Плей, например, Барреттовского периода. Это история Пинка, главного героя, о котором, в общем-то, этот альбом повествует. Это практически такая параллель с историей Сида Барретта. Правда, здесь она продолжается гораздо дальше. Сид Барретт не успел стать фашистом, как вот здесь повествуется. Но, в принципе, это история художника, который попал в мир шоу-бизнеса, то есть в мир экономики. И что с ним стало? К чему он пришел? Ну, рассказывайте о песнях, я не знаю, есть ли смысл, потому что эту пластинку слышали все не один десяток раз. И каждый, опять-таки, эти песни воспринимает по-своему. Например, когда я работал на Радио Рокс, там девочки, которые работали со мной, они ставили в эфир все время песню «Комфортабленамп», им лели от нее, им как-то воспринимали ее как какую-то такую замечательную, лирическую, одновременно и трагическую пьесу. На самом деле, это страшнейшая песня, одна из самых страшных, в принципе. То есть песня, вы знаете о чем, да? О том, что артист, который не может выйти на сцену, ему вызывают доктора, доктор колет ему наркотики, и «Комфортабленамп» в этом замечательном наркотическом отупении артист все-таки выходит на сцену. То есть песня про то, что артиста обломали наркотиками, убили в нем все живое, все творческое, все то, что позволяет создавать художественное произведение и выталкивать на сцену с тем, чтобы он зарабатывал бабло. Вот о чем песня «Комфортабленамп», от которой девочки на радио млели и только что не бросались танцевать с мужчинами под эту замечательную лирическую песню. Помимо всего прочего, здесь есть одна из самых страшных, наверное, песен, которая роднит Уотерса с Джонни Роттеном, потому что в песне «In the Flash» номер 2, в конце, он настолько откровенно уже выражается, примерно так же, как выражался Джон Лайден, за что был многократно бит. Что поет здесь герой произведения «The Wall»? В зале есть геи? Расстрелять. В зале есть негры? Расстрелять. В зале есть евреи? Расстрелять. У тебя прыщ на лбу? Расстрелять. Всех поставить к стене и расстрелять. Это то, к чему приходит мир, построенный на экономике. Он приходит именно к такому радикализму. И в ответ на радикализм мира, радикализм Роджера Уотерса и радикализм Джона Лайдена, отвечает каждой теми средствами, которыми обладает. Роттон одними художественными средствами манипулирует, Вотерс другими художественными средствами манипулирует. Вот такая мрачная пластинка. Одна из самых мрачных пластинок, наверное, записанных в рок-музыке, записанных в 20 веке в жанре, условно называемом рок. Одна из самых мрачных, одна из самых страшных, одна из самых безысходных. Но люди воспринимают ее иначе, массе людей она нравится просто как красивая фоновая музыка, которая звучит на радио, хотя здесь неистовый Роджер Уотерс, неистово рвет душу, сердце, мозг и пытается что-то изменить. И в этом я вижу, конечно, проявление шизофрении. В хорошем смысле. Раздвоение личности. Потому что, с одной стороны, как увидел Боб Эзрин, это богатый землевладелец, миллионер. Перед записью пластинки The Wall группа потеряла около полутора миллионов фунтов, вписавшись в бизнес и прогорев на этом бизнесе. Они там что-то вошли в производство каких-то там лодок, каких-то скейтбордов, там что-то еще. Страховая компания их надула и, в общем, они потеряли кучу денег, шестизначные суммы. Но никто из них не покончил с собой, как мы видим, не бросился из окна небоскреба, спокойно это пережили и стали работать дальше. То есть, они были вполне людьми и есть. Вполне людьми обеспеченными. И дай им бог здоровья. Все очень хорошо. Так вот, с одной стороны вот это, а с другой стороны попытка полностью сломать этот мир, уничтожить его. А какой мир построить другой, не знает никто. Ни я, ни вы, ни Роджер Уотерс, ни Джон Лайден. Никто. Поэтому мы продолжаем жить в этом мире экономики и выхода у нас, в общем-то, нет. Вот об этом это полотно, что когда стена падает, в конце герой оказывается outside the wall. И там, в общем-то, все то же самое. С другим знаком, но то же самое. И ничего не изменится. А музыка хорошая, прекрасно спродюсированная, замечательно написанная, исполненная классными музыкантами, которых здесь много. В их числе из группы Pink Floyd присутствует, конечно, Дэвид Гилмор, который, на мой взгляд, играет хорошо, с прекрасным звуком. У него, конечно, очень узнаваемый звук, но уж больно однообразно. Во всяком случае, на The Wall достаточно вот эти его блюзовые фразы, которые он всю дорогу в Pink Floyd исполняет, и ничего другого не играет, и не играл никогда. Он весь на блюзе, в общем-то. Вся его музыка на блюзе держится. Но на таком хронометраже немножко это утомительно. Даже более утомительно, чем музыка Питера Грина. Ну, не будем о грустном, про Pink Floyd мы еще поговорим, потому что я сейчас о социологии больше как-то в меру своих способностей. А про музыку мы еще продолжим. Я пока пойду и выпью за прекрасную пластинку The Wall, которая мне на самом деле очень нравится. Пока. Продолжение следует...